Привет, друзья! Вот и закончился февраль, прошла зима, но зато началась новая... Геймер! Кто бы мог подумать, но именно в этом году отмечает свое 25-летие самый ультрабыстрый, самый замечательный и всеми любимый Соник Супер Ёжик, а вместе с ним самая первая часть серии. Соник, Соник, где ты был? С фирмы Сега Пепси пил. Дефирамбы Сонику не пел разве что ленивый. Быстрый синий ёж, собирающий колечки и метко разящий надоедливых супостатов в 1991 году ознаменовал своим появлением целую эпоху. Эпоху фирмы Сега, на тот момент лидера на рынке 16-битных игровых консолей. Сочная и необычайно красочная картинка в ту пору казалась чем-то фантастическим, да еще если учесть, что в нашей стране тогда и видеоммунитофоны-то не у всех были. Это было начало чего-то ранее невиданного и безумно интересного. Начало новой реальности. Сейчас на дворе 2016 год и принцип сбора золотых колечек не сильно изменился. Могу сказать лишь то, что переход Соника в третье измерение не пошло ему на пользу. Было выпущено много амбициозных проектов, но ни один так по-настоящему и не выставил. А более десятка игр по этой франшизе вообще отменили. Много было анонсов, обещаний и надежд, но... Золотая эра Соника осталась в 90-х и пролетела за какие-то три части игры. Разве что только Соник Дженерейшн был весьма неплох. Но мы с вами можем и не думать о грустном и насладиться тем самым первым и, пожалуй, одним из лучших Соников времен его славы и величия. Сегодня мы с вами полистаем журнал PlayStation Magazine. Это самый первый выпуск вообще этого журнала. 2004 год, ноябрь. И я, честно говоря, не знаю, сколько вообще этот журнал просуществовал. Может, он до сих пор выпускается? Вы напишите мне в комментариях, мне будет интересно очень почитать. Из первых страниц журнал на нас из-под лоби смотрит Михаил Бескокотов, редактор первых выпусков PSM. Мне запомнились его статьи таким едким, порой циничным юмором, с такой большой любовью к опусканию конкурентов и ненавистью группы YouTube. Непонятно почему. Я, собственно, ее в то время как раз слушал. И мне это было, честно говоря, ну так, немного задевало, конечно. Потом в дальнейшем, уже читая журналы, следующие выпуски, я понял, что просто манера такая у человека, просто всех обсирать. Нужно это просто принимать как бы как есть, да, либо не читать вообще. Ну, что тут можно сказать? Человек искал свой собственный стиль. Я, кстати, забавная ситуация. Я однажды встретился с ним прям лицом к лицу на заправке на Тро Юго-Западное. Я в дверях выходил и столкнулся с ним секунду, наверное, две, и на него смотрел, он на меня, и пошли дальше. Вот такая вот забавная ситуация. Причем это, наверное, было где-то в период, как раз когда я этот журнал тут, в общем-то, читал. То есть я прям моментально его узнал, не знаю, понял он это или нет, но не суть. И смотрим, что у нас здесь по содержанию. Тут, конечно, основные темы номера, да, я забыл сказать, что на обложке у нас Metal Gear Solid 3 и Dev Jam, и также Burnout 3. Но до них мы доберемся. Естественно, тут пестрят скриншоты с GTA San Andreas, Mortal Kombat Deception и других игр, футбольные симуляторы. Посмотрим же, что у нас там дальше интересного. Топ-чарт, двадцатка на PlayStation 2. Это не топ читательских предпочтений, это топ-продаж. Причем крайне вообще странный. Это, если верить, он всемирный рейтинг, на который нельзя, как они пишут, повлиять смс-ками или ежедневной молитвой. Поэтому смотрим, удивляемся, вообще, сколько всякой дряни люди покупают. Вот, например, самая высокорейтинговая игрушка здесь, а не Musha 3 Demon Siege, которая вообще считает, что это шедевр. Она на 12 месте, зато на первом месте Афины 2004. Это игра про олимпийские игры, и чего в ней такого интересного, что она в двадцатке, в мировой, я не могу, честно говоря, понять. Из таких вот действительно еще интересных вещей тут, ну что, есть, пожалуй, фитмен контракт. Я бы выделил Fight Night 2004, да, хорошая вещь, Splinter Cell, Pandora Tomorrow, Spider-Man 2. Остальное, честно говоря, какие-то здесь такие все, очень прям игры такие, ну, такие середнячки прям. Хотя, наверное, середнячками большинство у людей коллекции и полнится. Тут еще есть рейтинг продаж в Японии, но он какой-то совсем безумный, я даже не буду голову ломать и читать это название. В общем, мы, я думаю, всех этих игр-то и не знаем особо. Тут у нас страничка посвящена письмам в номер, заметьте, письмам в самый первый русский номер. Но они все подписаны зарубежными товарищами, видимо, просто взяли какую-то подборку зарубежных номеров ПСМ и просто вписали сюда. Так же, как и большинство статей в этом журнале написаны не отечественными авторами, поэтому нужно понимать, что все это такой, ну, такой, имеет некий полуфейковый статус. Кстати сказать, письма и ответы на них здесь выполнены в духе журнала. Если кто-то читал журнал «Максим», здесь тоже вот все прям вот в таком циничном формате все показано, люди выставляются идиотами, и вот как бы вот на протяжении вообще всего журнала, это прям красный такой, знаете, по полосой такой проходит красной нитью, что вот здесь сидят очень умные люди и делают вам одолжение, просто отвечая вам на ваши глупые вопросы. Поэтому, ну, надо это просто или принять, ну, или вообще не читать его. Дальше идут всякие новости с разных выставок, конвеншенов. Тут то же самое. Здесь редакция журнала хвалится, как они любят приставать к людям, задавать им всякие глупые вопросы. Ну, что поделать, вот такие вот они негодяи, да. Небольшая статика про игрушку «Константин» по замечательному, на мой взгляд, фильму, и, да, по серии комиксов, естественно, нельзя об этом забывать. И немножко освещается хитов, ожидаемых с Е3. Немножко моделек мы можем увидеть, которые представляют различные игры. И небольшая полоска с анонсами, ну, такими, довольно средними, кстати сказать. Ну, единственная штука, может быть, «Скарфейс» и «Родж Труппер», более-менее ничего. Остальные все довольно странные проекты. Тут на нас смотрит «Лего Стар Ворс», и я обещал, что «Лего» у нас на канале не будет, поэтому, ну, просто смотрим дальше. В данном небольшом разделе нам хотят поведать о том, что у «ИКО» будет продолжение «ИКО» или «ИСО». «ИКО», наверное. И это, да, действительно произойдет, и выходит впоследствии продолжение «Shadow of Colossus». Неплохая игрушка. У меня, кстати, была в коллекционном здании, в картонной коробочке на PlayStation 2. Что-то я в нее поиграл и понял, что, ну, не очень она мне нравится. Хотя весь масштаб и всю крутизну игрушки я, как бы, осознаю и принимаю. И можно заполнить, можно было заполнить квитанцию и получать эти журналы все по подписке. GTA San Andreas. Я работал в розничной торговле в тот момент, когда она выходила на ПК. И я помню, что выстраивались возле кассового узла очереди людей, которые покупали и лицензию, и пиратку на комп. И это был реально ажиотаж, потому что в таких магазинах очередей вообще обычно не бывает. Ну, могу сказать, что вполне заслуженное внимание к игре. Она действительно крутая, и она в свое время эпоху сделала, можно сказать. Потому что каждая последующая выходившая GTA увеличивала мир в несколько раз. И возможности новые появлялись. Тут же даже появились какие-то RPG-шные моменты, там, какого-то прокачки, там, вождения, там, какие-то силовые. Можно было жирным стать, отъесться. Ну, короче, еще я вам рассказываю, все так знаете, что такое GTA. Болтовня про Лару Крофт. Про Metal Gear Acid я вам рассказывать особо не буду. Это эксклюзив для PSP, PSP. Тут все завязано на картах. И, в общем, с основным процессом геймплейным Metal Gear, он мало чего имеет общего. Так что топаем дальше. Metal Gear Solid 3 Snake Eater я обошел стороной. Стороной обошел его сознательно, по одной причине, что в тот момент мне она представлялась исключительно стелс-экшеном. Такими, может быть, даже там, таксотактическими элементами, что мне не очень на тот период нравилось. И жанр именно стелса я открыл для себя только после выхода Splinter Cell Conviction. В общем, я понял, что этот жанр мне очень по душе. И то, что действительно очень все круто там реализовано в плане вот именно такого вот шпионского боевичка. Так что, возможно, я вернусь во время и назад, скажем, в 2004 год, а то, может быть, даже и раньше. У меня есть небольшой такой список, где описано, как нужно, в каком порядке проходить игры серии Metal Gear. То есть там даже и, пусть не битные версии присутствуют, в общем, вся-вся полностью именно серия. Вот на нас тут смотрит нестареющий совершенно Хидео Козима. И как бы говорит, что, да, ребята, еще много вас интересного ждет впереди. Снова Metal Gear. Pro Evolution Soccer четвертый. В общем, в какой-то момент мир в этом плане, в плане футбольных симуляторов, стал диполярным. И стали выходить две основные футбольные серии. Это, как известно, Pro Evolution Soccer и FIFA. И каждый имеет свою аудиторию. И одна, и вторая кричит, что вы неправильно играете, надо играть в FIFA. Други кричат, нет, Pro Evolution лучше. В общем, кто из них прав, непонятно. А я лично в футбол не играю. Мне нравится, если играть, но только вот по-настоящему. Ну, нет такой возможности сейчас. Да. Ну, тут, конечно, графа очень даже что-то нормальная по тому времени. Прекрасная лицевая анимация. Вот я шучу, конечно, видно, что они какие-то тут стремные. А в целом, да, игрушка, конечно, выглядит очень даже интересно. По графике я имею в виду. Flat Out. И от первого Flat Out, наверное, у многих просто мурашки по спине побегут. Это действительно очень крутые гонки. Тут машины, даже на машины-то некоторые не похожи. На такие мусорные баки на колесах гоняют. Все расписанные, размазанными всякими красками, там, поломанными запчастями. И что было круто, когда я первый раз в нее подиграл и врезался в какой-то столб, из кабины реально вылетел чувак и полетел, и намотался на какой-то столб. В общем, это было настолько неожиданно и просто необычно. Действительно, работа с физикой была проведена потрясающе. На таком уровне игрушек, в принципе, именно в гонках, где и вообще, я вот до этого момента просто не встречал. Да, были игрушки, где отдельно разрешался мир. Там, как в Red Faction, например, это можно было сделать каких-то еще. Но тут это было просто поставлено в угловую угла. Говорят тогда, в угловую угла. Суть игры была привязана к тому, чтобы как можно больше нанести увечий, как можно круче сдолбать врагов и свою тоже машину. В дальнейших флотаутах появилась целая куча других интересных режимов, еще более безумных, чем сама общая оригинальная игра. И что мне нравится тут, то есть гонки не только летом, зимой и разные погодные условия. Вообще классно сделано. На тот момент я прекрасно понимаю людей, которые прям за нее двумя руками схватились. По сути, новый жанр открылся тогда. Ну, а рядом мы видим небольшую статейку на Crash and Burn. Конечно, это немножко другого плана игрушка. Она такая уже с претензиями на городские гонки, с таким же тоже разрушениями. Но чуть-чуть она, по-моему, все-таки уровнем пониже будет, чем флотаут. Анонс второго Ghost Recon, а также Spyro и Crash Twin Sanity. Мне, кстати говоря, такое тоже лично субъективное мнение. Crash Bandicoot перестал нравиться после того, как он покинул рамки PlayStation 1. Да, дальше были попытки неплохие на Game Boy Advance, но то, что выходило, кроме, мне, честно говоря, вообще не нравится. Видно, что были какие-то у нее задумки интересные, но как оно все реализовано. Ну, как будто вот, знаете, взяли героя, только вот поместили в какой-то мир, который, ну, совершенно другой. Сейчас совершенно другая игра. Поэтому, ну, как-то без энтузиазма я встречал вообще вот продолжение про Crash'а. Интересная RPG-шка во вселенной Lord of the Rings The Third Age. Тут вы отряд набираете и прокачиваетесь, в общем, нехило. Я дошел до половины игры, и потом то ли я не прокачался до нужного уровня, то ли что-то я делал не так, но валили меня все подряд, и, в общем, я этот делал бросил. Хотя, конечно, судя по всему, у игры потенциал неплохой. Но уж слишком однообразные бои. Midnight Club 3D Up Edition – это, наверное, такая квинтэссенция из Need for Speed Carbon и каких-то других, наверное, частей того же NFS. Только здесь еще мотоциклы есть, и такие дорогие тачки, вырезанные до лоска и блеска. Реально существующие автомобили, то есть девушка полностью лицензирована. И как это свойственно играм от компании Rockstar, здесь присутствует серьезный качающий саундтрек. Немного анонсов, то, что дальше будет. Команда авторов. Русских авторов здесь нет. Mortal Kombat Deception. Довольно годный, на самом деле, проект для того времени. Меня немного смущало то, что появились стили разные. Можно было из разных стилей разные атаки проводить. Ну, как-то это немного напрягало, то есть хотелось в каком-то одном стиле драться. Ну, это лично такая моя позиция. Ну, и забавляло и разбавляло то, что в игре появился некий аналог даже не Тетриса, а скорее Доктора Марио. И шахматы Mortal Kombat. То есть поднимало градус безумия просто очень-очень высоко. Много новых персонажей, все та же самая кровища и фаталити. И, по-моему, даже щитово-то издание для Game Boy Advance. Ну, там она, конечно, сами понимаете, была чисто для галочки больше сделана. Все-таки самая нормальная версия ее была на Xbox и PlayStation 2. 85 поставили ей. Это хуже, чем Soul Calibur 2. Ну, может быть, не знаю. Как можно сразу другую страну. Star Wars Battlefront. Я в нее не играл, поэтому рассказать мне вам про нее особо-то, в общем-то, и нечего. Поэтому смотрим картинки и переворачиваем страничку дальше. Американский футбол. Много ли фанатов американского футбола у нас в стране? Даже не знаю. Наверное, не такая уж она и популярная. Явно все вот эти рейтинги, они все взяты не из отечественных каких-то источников. Поэтому на них можно даже не сквозь пальца смотреть, а, знаете, такой иронии. Game Track Dark Wind – это комплект перчаток, которых нужно драться с врагами. Довольно убого реализована эта игрушка. И сам по себе этот контроллер не сыскал популярности. На мой взгляд, лучше взять просто Nintendo Wii и соответствующий диск с Wii Sport, где все это есть, нормально адаптировано. Сиди, играй, веселись и вот без всякого вот этого барахла. Forgotten Ruse Demon's Stone – это смесь экшена и RPG именно в духе Властелина Колец. То есть вот данные скриншоты совершенно не отражают суть происходящего. Как здесь правильно написывал Властелин Колец – тыры-пыры с пониженным содержанием Хоббитов. В общем, да, так оно и есть. Благодаря этой игрушке я неоднократно не спал по ночам и просыпал работу, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но это, понимаете, оно того стоило. Burnout 3 Take Down – это та самая грань, где заканчиваются гонки, и начинается какое-то совершенно просто необразимое такое destruction, безумие. Я при всей своей нелюбви к гонкам, ну не то чтобы не любви, а, скажем, в настороженном к ним отношении, когда увидел рекламный ролик Burnout'а в магазине, даже не ролик, была демонстрация, я просто уронил челюсть где-то примерно до пола и стоял в таком положении, пока этот ролик, собственно, не кончился. Вот то, что было показано на экране, как то, что происходит на дороге, как все это реализовано, вот эта модель повреждений и голливудские эти спецэффекты, настолько это просто поражало воображение, такого уровня гонок в принципе на тот момент не существовало. Да и, в общем-то, сейчас, наверное, существует тоже в пределах именно серии Burnout. Плюс здесь были еще интересные челленджи, где нужно было зарабатывать очки на авариях, на разрушениях, используя вес своего автомобиля, то есть, если хотите быстрее ехать, автомобиль должен быть легкий, или там больше разрушения машин должно быть тяжелое. Просто потрясающая вещь и вполне заслуженное золото журнал выставляет этой игре. Дальше на нас смотрят с 52-й страницы и 53-й Death Jam Fight for New York. Это файтинг, посвященный рэперам и этой культуре с неплохим набором атак, как в том числе и рестлинговыми моментами. Также присутствует набор для начинающего метросексуала. То есть, можно одевать свой персонажа, как хочешь, моделировать его внешность. И тут, в общем, статья всячески напирает на то, что даже Virtua Fighter и Tekken выглядят стайкой трепетных гимназисток на фоне Death Jam. Но давайте право в глаза посмотрим. Сейчас 2016 год, это был год 2004. Где сейчас Virtua Fighter и Tekken, и где сейчас Death Jam? Death Jam, нет, сейчас среди ныне живущих, так как Virtua Fighter, не так, а в то время, как Virtua Fighter и Tekken живут, здравствуют, и все с ними хорошо. Сильно преувеличена именно вот сама крутизна этой игры, и, наверное, играют не только те, кто или фанаты именно этой серии, либо те, кто только знакомится с файтингами, играют вообще во все подряд вот в этом жанре. Ну и некорректно сравнение, конечно, с Soul Calibur, со вторым. 2D-платформер Beautiful Jaw с технологией целшейдинг визуальной. Я играл в нее на PlayStation 2, тоже в те же года. Не могу сказать, что она мне не понравилась, не могу сказать, что не понравилась. Игра довольно странная, на любителя какая-то, мне кажется, даже в чем-то авангардная. Ну, напишите свое мнение про эту игрушку, наверняка есть поклонники, она явно очень круто стилизована. Но что-то вот она мне, не знаю, не зашла она мне. Вьетконг Purple Haze – это порт с компа и не самый, в общем, удачный порт. Хотя, учитывая тот факт, что на PlayStation 2 не так что много 3D-экшенов, здесь, наверное, не стоит так вот чванливо от него отворачиваться. Если хочется иметь 3D-экшен у себя на полочке с пометкой PlayStation 2, то, наверное, вот, пожалуйста, такая альтернативная вариация на тему, ну, скажем, Medal of Honor, только вот про Вьетнам, очень американцами обожаемый. В отношении последней игры про Ларри, я считаю, вполне справедливо будет выражение, что мертвый должен оставаться мертвым, поскольку в рамках жанра квест эта серия чувствовала себя очень комфортно и круто. персонаж тут замечательно вписывался в атмосферу самой игры и, как бы, никогда она не выходила вот совсем прям вот за вот эти вот рамки пошлости такой, знаете, совсем прям такой вот откровенный. А здесь это поставлено как вот основа игры. И переход в 3D, мягко говоря, он ей на пользу не пошел, он выглядит просто как урод. Ну, он и так не красавец, но тут все еще хуже. Тут я картинку вам не покажу, она совсем прям пошлядская. Скажу, что мое личное мнение, игрушка, это, ну, должна была, наверное, выйти с другим персонажем и про что-то другое. Но никак не про Ларри. 80 баллов эта игра не заслужила. FIFA 2005, ну, я о ней уже скользко упоминал ранее. Собственно, футбол как футбол. Если вы играете и покупаете каждый год в FIFA, то для вас, конечно, эти отличия, они все налицо. Ну, там раз несколько лет меняется графический движок, появляются новые игроки и все такое. Мне особо по нему искать нечего. Да и, наверное, вот тому, кто играет в футбол, они и так все знают. А кто в него не играет, им вообще-то на самом деле пофигу. Очень красивый симулятор гоночный а-ля NASCAR, Toco Race Driver. Не конкурент, конечно, Gran Turismo, но в целом очень красивый. График классная, и смотрится, мне кажется, даже сейчас она неплохо. Без каких-то явных недочетов и довольно несложное в плане управления с невысоким порогом вхождения, да, вполне заслужит вердиктов в 90. Снова стрельба про Вьетнам, и, кстати, довольно посредственная. Честно сказать, ну, прям совсем все с ней плохо. Очень слабый, посредственный шутер. В продолжение предыдущей статьи еще один слабый проект. Это пародия на Metal Gear. Совсем японская, совсем никудышная. Tiger Woods PGA Tour 2005 предлагает геймерам сыграть в гольф. Что можно рассказать про гольф? В гольф есть клюшки, лунки, мячик, а еще в этом отдельно есть Tiger Woods. Кстати, слыхал я, что дела у него не очень хорошо сейчас идут. Не знаю, почему. Надо было деньги на черный день откладывать. Начинать в 2005 году. Раллиные гонки начались и закончились для меня именно на серии Colin McRae ралли. В том числе и в последующих частях Dirt, которые выходили уже после смерти Колина Макрея, который погиб трагически в 2007 году. Что не мешает, в общем-то, увеличиваться только количество поклонников его творчества и игр, связанных с его именем. Всегда нравилась физическая модель в игре, как мнутся машины, как они управляются. И, несмотря на, может быть, какие-то мелкие недочеты, окружающий мир очень классно прорисован. Нравилось не только гонять по этому бездорожью, ставить новые рекорды и стараться на улететь в кювет, но и все время я наслаждался подспутно окружающим миром, мимо которого ты проносишься. Такая детализация и внимание ко многим моментам мне нравилась всегда. На двух следующих страничках журнал предлагает нам посмотреть кино. И выбор более чем странный. Ну, во-первых, давайте так вот подумаем. Журнал-то рассчитан в основном на тинейджеров, ну и молодежь, скажем, там лет 25 приблизительно. И кто в этом возрасте смотрит фильмы такого плана? Это же, по сути, такой арт-хаус от Джима Джармуша. Кофе-сигареты он снимал около 20 лет. Фильм про жизнь, про размышления о тех или иных вещах. Людям нужен в таком возрасте какой-то драйв-экшн. Здесь этого ничего нет. Он еще черно-белый, к тому же. Многим это явно не понравится. В общем, выбор, мягко говоря, странный. Хотя фильм хороший, как, собственно, и режиссер, фильма которого я, кстати, советую посмотреть. Не все, конечно, выборочно, но это явно шедевр. 97 баллов. Дальше идет Ван Хельсинг. И это классный такой попкорновый боевичок, фэнтезийный, тоже экшн. Для 2004 года снято очень-очень круто. И дальше идет Страсти Христовы, который тяжелый, многослойный, многогранный фильм, снятый еще и на древнеарамейском с субтитрами. В общем, подход к нему такой довольно непростой. Но обратите внимание, у них у обоих стоит рейтинг 80. Но как можно было вот этим двум разным киношкам поставить вот такой одинаковый рейтинг? Ну, у меня просто... Я просто переверну страницу дальше. Страшнейший четвертый Сайлент Хилл. Это вот реально, наверное, одна из самых страшных игр, где я реально даже очковал смотреть рекламный ролик для нее. Она настолько стрёмная, особенно когда появлялся вот это существо с двумя детскими башками. Я не знаю, что еще здесь добавить, но она действительно страшная. А дальше нас встречает Second Sight. Она выходила и на ПК в том числе, и это игрушка про мужичка, получившего некие такие неординарные способности. Кстати, если когда-нибудь увидите худеющего вина Дизеля, то вот он будет вот с таким лицом. Наверное, как похож на нее. Только зеленый такой. Наверное, просто много кефира выпил. Следующие шесть страниц журнала это вообще идеальный ход конем. Действительно, когда нечего писать, напиши список вообще всех игр, которые вышли на PlayStation. Вот он вам, пожалуйста. Вот, вот, вот. Причем это вначале оглавлено таким образом, озаглавлено таким образом, что, в общем, вот вам список, пользуйтесь, знайте, вот какие вещи выходили. Ну, с одной стороны, это круто, а с другой стороны, зачем? Но, правда, тут есть такой момент, еще один, опять же, по мнению журнала, есть вот такой «Господа коричневые». Это список игр, которых рейтинг ниже 40 баллов. И тут действительно много всякой шняги. Ну, в этом плане, пожалуй, наверное, стоит все-таки сказать авторам журнала спасибо. По бокам можно еще наблюдать милые топ-5 по поводу шутеров, футболов, платформеров. Это вот я еще вполне принимаю. Дальше начинают совсем странные топы, допустим, транспорты из ГТА или топ-тварей. Кто-то там «Мэн», вот тоже есть рейтинг топ-5. В общем, для любителей снимать топ-5 и у кого нет идей, что снимать, вот, пожалуйста, краткое пособие, рекламка. Токарайс Драйер 2, ну, как раз мы о ней говорили, завтраст вам Кодмастерс, крутая фирма. И вот вам анонс следующего месяца Need for Speed Underground 2 и GTA San Andreas. Все, кто дочитал до последних страниц и фанаты GTA, прям по-любому этот журнал прям купят, схватят или просто сопрут из магазина, чтобы почитать. А тут вот юмор, юмор, юмор детектед, Mortal Kombat Reception. 96 рублей. Журнал, походу, покупали в Союзе. А 30 лет назад, в 1986 году была основана компания Ubisoft. Это сейчас у французской компании Гиганта более 30 подразделений по всему земному шару, интернет-сервис Uplay и куча собственных проектов и франшиз, среди которых такая мощь, как Far Cry, Герои Меча и Магии, Splinter Cell, Ghost Recon, Prince Percy, Assassin's Creed, Driver и многие другие. Тогда же, в далеком 1986 году, семейный бизнес братьев Геймо начинал свое сотрудничество с MicroPros, Electronic Arts и Sierra, и свои собственные продукты у Ubisoft появились гораздо позже. В 1994 году на свет явился Реймон, ставший негласным мескотом компании, после чего все чаще стали появляться собственные проекты. Ubisoft уже не первый год принимает участие в международных выставках и конференциях, и, конечно же, не обходит стороной отечественный игромир. И хотя в этом году французы не обещают нового крупного ассасина, наверняка на экстенде можно будет увидеть немало интересного. Февраль был необычайно богат на события, слухи, релизы и премьеры, так что вкратце выберем только самые интересные и значимые. Удачно выстрелил фильмец про Дэдпула, кассовые сборы которого уже перевалили за 600 миллионов вечно зеленых сами знаете чего. А это ли не успех? Впрочем, вполне себе ожидаемый. А кто еще не знаком с этим мега харизматичным персонажем, скоро на канале Gaming за 30 будет дайджест обзора по его комикс с приключением. Street Fighter 5 файтинг которого ждали все. Крутая графика, новые и классические бойцы, кроссплатформенный гейминг между ПК и PlayStation 4, толпы фанатов по всему миру и упавшие в день релиза игровые сервера. Ложечка дегтя в бочке всемирного веселья похоже не сильно подпортил настроение, да и правда че расстраиваться. Капком уже решает проблемы. Quantum Break официально был заявлен на ПК. Это просто шикарная новость. Если только вы не владелец Xbox One, X-One лишили очередного эксклюзива, что не доставляет радости и повода для оптимизма хозяевам Next Gen от Майков, ведь это не первый релиз, который ушел на ПК. Хотя лично я очень рад тому факту, что например Killer Instinct появится на Windows. Это только послужит на руку данной франшизе и сделает ее более массовой, дав таким образом шанс на то, что в будущем мы увидим ее продолжение. Так что может оно и к лучшему, что Microsoft таким образом пытается стереть грань между консолями и игровыми компьютерами. Такие вот пироги. А вы расскажите, какие игры про Соника вам нравятся больше всего. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Gaming за 30. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok